Привет всем! Мы с Украины. Наконец я добрался до базы, до магазина, где мы работаем. Хорошая погодка. Вообще-то я хотел записать видео про один интересный замочек. Но я посмотрел видео Сережи, инженера. Он задал такую струю про сейфовые замки класса. И решили мы записать видосик вообще о замках класса А, поддержать эту тематику. Ну и, соответственно, и покажу все-таки этот интересный замочек. Видео будет не быстро, будет, наверное, много бла-бла-бла. Но этого бла-бла-бла-бла будет недостаточно, потому что тема обширная. Желательно, конечно, бы нам ее раскрыть пошире. Но начнем. Здесь я выложил замки, которые в большинстве своем попадаются у меня в стране, именно класса А. И те, которые мы, собственно, обслуживаем, делаем, по которым сервис, который открываем. Вот. Не, я не говорю, как все. Вот такие серьезные замки. Мы их там открываем. Не, это штатная, ребята, работа. Никаких тут подвигов нет. И татуировку на лбу мегамедвежатник я делать не буду. То есть это штатная работа. Это замки класс А. Замки разделяются, сейфовые замки разделяются по классам А, Б, С по возрастающей. А это минимальный класс, низший класс. Б выше и С выше. Сегодня мы как раз поговорим о замках класса А. Какие бренды мы представляем? Какие вернее бренды больше попадаются у нас в стране? То есть в основном это Дорма Каба, представленные замками Маур. Стюф, либо Штюф, как кто любит называть. Вот Сережа называет его Штюф. Они вообще ровно как-то болезненно к этому замку относятся. У них какая-то личная неприязнь не испытывает. Считают, наверное, что Штюф, ну, просто мега замок. И надо его уметь открывать. Но дело такое. Короче, Штюф. Реже попадается Лавен Флетчер, английский замок, тоже класс А. Еще реже попадается Карл Виткоп, ну, мы называем Кави, тоже класс А. Замки американские ФАС, перекодировочные. Конечно, непонятно, что там в плане Китая. Но тоже схожие по конструкции замки. И даже есть определенные редкости, которые тоже попадаются. Это, вот, например, в данном случае замочек Матура. Реально, итальянский замок, сейфовый. Такой же конструкции, как представленные другие замки. Но мы сейчас поговорим не о всех замках. Замков, конечно, больше попадается и ЧАП. Ну, разные замки попадаются. Это то, что, например, я сейчас представил, то, что мы в основном работаем. Потому что замков, конечно, разных, красивых, очень много. И мы рассмотрим все замки класса А, как раз на примере Дормакабы на замках Маур. Потому что я и хотел, в принципе, рассказать про замок Маур. Который достаточно редко попадается, но тоже класс А. Что мы имеем по Дормакабе? Мы имеем замок 74046 с Сентурио. В простонародье его называют вертолетом. Вертолет, в принципе, название мы когда-то по пьянке придумали. Вот, пишите в комментариях, с чем ассоциация была. И так это название вертолет зашло в массы, а было это очень давно. Что я думаю, что скорее скоро Дормакаба переименует Сентурио, по-моему, А+, он называется. В замок 74046 вертолет. Ну, это как бы основная модель их. Вот он тут без корпуса. Я его еще буду, о нем поговорю. Что еще у нас класса? Это Триконтус, по-моему. Я называю его Триконтур, но, по-моему, он правильно называется Триконтус. Ну, все потроха идентичные, как ЮС-74046. Вот, только он в таком, в коробочке, как мы называем, в коробочке в корпусе. Вот, Маур, всем известный, 74 единицы президент. Вот, и есть такая, вот такой вот пиздюк. Маур Ратор. Тоже класс А. Вот, и тоже он попадается. Вот такая вот малявочка. Притом, он попадается не только в депозитных ячейках, а и на сейфах. Вот такая у них устроя. И достаточно редко попадаются еще старые модели замков. Маур. Вот модель. Я, к сожалению, не нашел, как он красиво называется. Но эти замки какое-то время часто попадались нам на сейф, а придом на очень такой серьезной глубине. Хотя это класс А. Вот. Я так понимаю, что, скорее всего, это предшественник замка Триконтус. Но сделан он, конечно, как по мне, так поярче такой, чем Триконтус. Ну, если как по металлу, по качеству сборки. Он сделан поинтереснее. Вот. Все эти замки класс А. Все эти замки для сейфов. Вот. И самое... Ну, для сейфов, естественно, либо без класса, либо с первым классом. Ну, крайне редко там, не знаю. Там люди стоят по несколько замков на второго класса сейфа. Чем отличительная черта вообще этих замков, в чем особенность и все. Это повышенная дуракоустойчивость. То есть в замках находится практически одна пружинка. Основные детали. Ну, короче, в сто лет пройдет, он будет работать. Вот. На примере вот этих замков можно вообще поговорить о замках, об их устройстве. Ну, именно такого типа. И именно такого типа замков с закрытым окном. Вот. Сейчас я его раскручу, покажу какой-то момент. Моменты. Вот. То есть есть небольшое заблуждение. И... Вернее, не заблуждение, а рассказки людей. Что тяжело замок открывается, потому что он без пружин. Ну, это глупость. Вот. Пружина здесь есть. Здесь по-другому просто реализован сам сбрасыватель. Сбрасыватель комбинации. Вот такая ситуация. Вот. Есть вот этот сбрасыватель. Такой штырек, он одновременно сбрасывается сувальдой. То есть, когда мы набираем комбинацию, потом он прижимается сувальдой. И мы, когда извлекаем ключ, комбинация сбрасывается. Пружина здесь есть, на самом деле. Более того, я на этом моменте остановлюсь, потому что информации много, чтобы какое-то логическое, последовательное движение было. Более того, при его открытии мы, наоборот, исключаем эту пружину. О, я вот тут инструментик взял. Молодец. При открытии, в данном случае, так называемые трубки Хоббса. Еще проще их называют просто Хоббс. В честь известного просветителя Замков, кстати. А я их называю Шайтен-труба. То есть, у нас, наоборот, мы исключаем эту пружину, когда приподнимаем, вставляем натяжение, инструмент натяжения, мы ее исключаем. То есть, нам, наоборот, легче по этому методу открытия открывать, когда не прижимается сбрасыватель к сувальду. Мы ее, наоборот, исключаем для того, чтобы лучше прощупать сувальду. Вот такая вот история. Пружина все-таки есть. Это я к тому. Второй момент. Второй момент это... Сейчас я заново. Положу эти сувальды. Второй момент это закрытое окно. То есть, ключ работает одновременно по нижней и верхней закраине сувальды. То есть, он восстанавливается в код двумя оборудками ключа. То есть, верхний и нижний. Вот, в принципе, все отличие от привычных нам квартирных сувальдных замков. Хотя, не привычные. Просто замки задают секретность, что в квартирных замках, что в сейфах задают секретность сувальды. Просто по-разному реализована система сбрасывания. Хотя, есть сейфовые замки, такие как Серкас, вернее, Джуэл. Серкас ставит сейфовый замок Джуэл, который аналогичный такому же, как в квартирных дверях замки. И также реализован. То есть, то бишь, к чему приходим. Ключ работает двумя закраинами сувальд. Вот сбрасыватель есть. Ну, и еще один момент, потому что тут ключ чужой, я на другом замке покажу. Что замок, в принципе, когда открывается замок, ключ не извлекается. Хотя, опять же, в данном случае, это замки сертифицированные. То есть, они имеют какой-то класс по ВДСу. Это как раз, когда мы говорим класс А, это мы говорим класс по ВДСу. То есть, ГОСТ, другие сертификационные конторы, разные классы присваивают. Так, например, в Марио Президенте, хотя по ВДСу класс А, по ГОСТу, почему-то ребята придумали, что там второй класс. Вот такая вот история. То есть, ключ не извлекается, но есть модификации, где ключ может извлекаться, где разные есть, как его дополнительные функции или дополнительный, там, отличается дизайн. То есть, в модельном ряду замков достаточно много. Вот это, в данном случае, Президент, Реконтус, это такие сертифицированные стандартные замки. Вот такая вот ситуация. Что касаемо самого замка, его взломостойкости и его качества. То есть, замок в первую очередь мега-дорукоустойчивый. То есть, так как ключ работает двумя оборотками, он четко восстанавливает, позиционирует сувальдом. Вот кодовый паз, вот стойка, стойка сюда заходит, ключ выставляет этот кодовый паз двумя оборотками. То есть, он четко ставит и стойка проходит. То есть, повышается эта рукоустойчивость, не влияет ни пружины, там, ничего. То есть, это все влияет, наверное, именно на время работы замка. Вот детали минимальное количество. Все отлично, все хорошо. Такой замок может простоять там 12 лет. То есть, мы открываем сейфы, которым там 50 лет такое же устройство замков, и они превосходно работают. Какая защита от манипуляции? То есть, всегда там разговор идет, приходит к этому, что как замок защищен. Почему-то считают, что там сейфовые замки лучше свальных, там, квартирных. Ну, короче, это заблуждение. Это тоже свальный замок, и то свальный замок. Все зависит совершенно от другого. Все зависит не от бренда, не от цены, не даже там не от класса замка, о котором можно спорить о разной сертификации. Зависит от качества выполнения самого механизма, от качества изготовления деталей, и от тех защит, которые... Опа-ча! Одну минуту мы сейчас закроем мерчем нашей ассоциации алкоголь, дабы никому не популяризировать эту ситуацию, и заодно я одену очки, чтобы не было лучше видно. Защита от инструмента реализована тут в двух видах. На самом замке, вот на этом же примере, я буду показывать все, на самых сувальдах нанесены так называемые ложные пазы, то есть есть основной паз, и есть вот такие насечки и выборки, это ложные пазы. И, соответственно, стойка, она также имеет определенную фигурную форму, для того, чтобы есть, когда вы засуете отмычку, либо ложный ключ, то есть вот видно, сейчас мы сделаем так бабах вообще красиво, не сделаем, или сделаем, или не сделаем. Ну, видно, что стойка заходит за зацепление с этим ложным пазом, то есть не попадает в кодовый паз, а заходит за зацепление. И когда оператор работает инструментом, ему как раз надо в том числе отличить верный паз кодовый от ложного паза. То есть, в принципе, можно так красиво об этом все рассказывать, но достаточно все прозаично. То есть, сувальда имеет фигурную ту часть, в которую происходит зацепление со стойкой при работе инструмента, отмычки. Практически, практически во всех этих замках эта защита реализована идентично, по идее. А вот как она реализована уже на металле, это совсем другая история. В зависимости от того, какую форму имеет этот ложный паз, какую форму имеет стойка, то есть применяется один, либо другой метод открытия для замков. То есть, скажем так, вот эти замки мы можем открывать по одному методу, а вот эти уже замки, за счет того, что там другая форма и ложного паза, и самой стойки, мы открываем совершенно другим методом. Естественно, это влияет на время открытия. То есть, в данном случае, вот эти два замочка, по сути, одно и то же, это простейший вариант и по времени, естественно, не открывается практически идентично и быстро. Это уже другая история, потом о ней поговорим. Что касаемо вот этого замка, потому что много бла-бла-бла вообще обо всем, вот, а хотя мы давайте закончим тему. То есть, замки надежны в эксплуатации, замки качественные, замки нормально защищены от быстрого манипулятивного метода открытия, то есть, от работы какого-то отмычками, то есть, нужен какой-то все-таки опыт, не бог весь какой, но опыт нужен для его открытия. И ставятся они в сейфы достаточно такие, неплохие, скажем так, домашние, бытовые сейфы для пользователей, то есть, хороший вариант. Хороший вариант, как для себя, для друзей, вот, хороший механический замок. Теперь, что касаемо этого замка, который, в принципе, я, про который я хотел рассказать. То есть, это замочек, нет у меня ключа. Более того, я недавно открывал такого типа сейф, и замок остался там. Я просто нашелся в закромах такого же, ну, этот замок. И хотел про него, в принципе, рассказать, потому что я перенастраивал инструмент. Не все пошло у меня по плану на сейфе, но ни один замок не пострадал в результате открытия, ни один клиент тоже не пострадал. Все было хорошо, просто что-то пошло не по тому плану, по которому я хотел. Вот, и поэтому, в принципе, я хотел про него рассказать. Ну, сразу бросается в глаза, что замок, конечно, сделан качественнее, чем сейчас делается штамповка. То есть, ну, работы тут побольше. Ну, второе, сразу, конечно, обращаю внимание, что это однозначно самец. То есть, сразу видно, это не какой-то там триконтур, там, пацанчо, это самец, это серьезный парень. Вот. Ну, и мы видим свальды очень схожие с свальдами... Мауро 74046. Чем бы там поуказывать мне? Ну, буду указывать ручкой, вот. То есть, они... Чем они схожи? Конечно, там можно сказать, что они там желтые или там больше, но у них тоже фигурная закраина, как Мауро 74046. Что значит фигурная закраина? Здесь вот по длине она отличается, в зависимости от высоты. Вот тут по длине закраина отличается. Хотя по форме очень похоже на 74046. Такого же типа не особо острые ложные пазы и не особо такая матерая стойка. Ну, есть защита, естественно, ложные пазы есть. Защита, стойка фигурная, защита от манипуляций есть. И есть еще один нюансик. Вот. Одна из сувальд, то есть, есть сбрасыватель точно такой же, как на Мауре 74046. Но есть еще одна сувальда с пружинкой снизу. То есть, она подпружинена как бы вверх. То есть, это наносит некие такие нюансы на открытие. Ну и плюс отличаются, естественно, ключи. То есть, толщина ключа... Сейчас... Где бы мне такое хорошее что-нибудь взять? Ну, толщина ключа приблизительно в этой части, она еще шире, чем у Маура Президента. То есть, вот такая вот ситуация. То есть, ну, в принципе, это очень схожий замок. Я думаю, что это прародитель замков... Триконтус 7406. Очень хорошего качества. Мне это качество нравится. И, опять же, говорю, что эти замки ставили на большей глубине, чем... Ну, в том числе, на большей глубине, чем мы привыкли в стандартных сейфах. То есть, попадались они в неплохий сейф. Вот. Сейчас поговорим, как их открывать. Вернее, я поговорю по инструменту. Опять же, я прошу всех, не волновайся в комментариях. Ни один секрет-секрет чей-то в процессе в моих видео не страдает. Потому что я не выдаю чужие секреты. Все, что вы видите, это делал либо я, либо мои друзья. То есть, например, вот эти трубки с вот такой вот шкалой. Это вот тут, вот на сейфе, мой коллега с двумя товарищами, бурбоном и скотчем, пришли к такому мнению в этой шкале. И более дальше вариант. Это мой товарищ, перенес это все на металл. И я еще раз повторю, он подарил это все людям. И если кто-то считает, что персонально для него отдавались эти секреты, то вы, ребята, заблуждаетесь. То есть, давайте этот вопрос закончим. Я говорю то, что я хочу и как хочу. Вот. Поговорим о методе его открытия. Метод открытия этого замка точно такой же, как Мауэр вертолет. Точно идентичный. Вот. Заключается он... Ну, давайте рассмотрим Мауэр вертолет. Заключается он в чем? То есть, заводится инструмент. Заводится инструмент. Мы исключаем, видим, поднимаем взбрасыватель. Исключаем пружинку. Вот. И сейчас все сувальды у нас в свободном подвешенном состоянии. Далее что? Мы используем сам поводок в двух целях. То есть, вот этот поводочек. Что мы щупаем? В двух целях. Это первая цель. Нам надо найти сувальду, так скажем, неправильно себя ведущую. Можно по-разному называть. Там, затирающую, еще как-то. И второй момент, что используя то же трение, мы сувальду передвигаем на другую позицию. То есть, подробнее я рассказывать особо не имею сейчас желания. Ну, я думаю, многие знают. То есть, мы подходим, делаем какие-то шахеры-махеры. Находим сувальды, стоящие не по коду. И передвигаем их на позицию, которую подозреваем, что она может быть по коду. Опять же, обывателям, которые хотят приобрести сейф, я четко обозначу момент. Не скидывайте со счетов одну ситуацию. Я работаю с данным инструментом уже более десятка лет. Естественно, у меня есть какой-то опыт и навыки. И не все так просто происходит в жизни. И да, вам в руки инструмент. Ну, я многих людей учил, обучал, вернее. И не у всех там со старта получалось. Далеко не у всех со старта получалось. То есть, инструмент и сам метод, это не дает, скажем так, никому... Ну, того, что сейф будет легко открываться и будет горе-горешка из-за сейфа. Вот тут у меня неправильно. Ну, проверим все. Что-то мне не так идет, но ничего. Чем удобен этот инструмент, что всегда можно покрутить вверх и вниз. Тут нормас, тут нормас, тут нормас. А вот тут я, по-моему, очень сильно загоняю в плюс. Попробуем его упустить вниз. Вот так. Что и требовалось доказать, что я погнал его в плюс. Так. Ну, вот такая вот ситуация. То есть, ну, приблизительно понятно, не все там пошло сладенько, но... Скажем так, профессионал откроет этот замок в течение... Ну, до 15 минут, скажем. Ну, волновайся по этому поводу не стоит, потому что нужен инструмент, нужно определить замок, нужно иметь навыки. То есть, ну, с другой стороны, особого подвига это не считается, открыть этих замков. Рассказываю, что я открываю там, наш сервис открывает такие замки. И я считаю, что это должны быть делать лукмастера любые. Вот такая вот. Во всяком случае, мы... Вот я закрыл алкоголь мерчем ассоциации лукмастеров Украины. Наши ассоциации все матерые мастера. У меня все друзья открывают эти замки. Есть там быстрее меня, круче меня. То есть, такие матерые у нас мастера. Нет слова, ни слюни. То есть, молодцы. Я вообще дружу только с людьми и общаюсь с которыми... Ну, хорошие мастера. А те, которые начинают рассказывать про тайны, шмайны... Это, скорее всего, уровень... Я называю это уровень говна в организме. То есть, человек, который что-то добился, он очень усирается от того, чтобы это другой никто не узнал. Нет, ребята, это очень сложный труд. И, поверьте, вот эти все знания, это такая вершинка айсберга. То есть, надо для того, чтобы открывать все эти замки, надо так много знать, что... Ого-го. Посмотрим на этот замочек. Вот тут у меня же, естественно, другой инструмент на него. Потому что стояли вон на глубине поглубже. Инструмент матерый. Я вот как раз чуть-чуть подшаманил на днях. Он для того, чтобы... Четыре шкалы здесь. Для того, чтобы открывать замок в любых положениях. Как бы он ни стал ригелем вверх, вниз, вправо, влево. То есть, все это можно сделать. Ну и длина, естественно, обращаем. То есть, открытие схожее с Мауром вертолетом, но... Я закурю. Опять же, только одна реклама алкоголя и табака. Но пружинка наносит определенные нюансы. И есть нюансы, есть отличия с Мауром 74046. То есть, есть конкретные отличия, скажем так, в некоторых моментах. Ну, давайте потихоньку начнем. Я, наверное, хочу все свольды вниз спустить. Так, тут все хорошо, вроде как. А вот тут, вот это подпружиненное свольда. Она сразу по шкале будет вверху. И надо сразу понимать, что с ней что-то нехорошо. Ну, идем все то же самое. Просто замок чуть-чуть больше подзатирает, чем вертолет. А, идея та же самая. Что-то он не хочет нормально становиться в зацеп. Ведет себя некультурно. Ну, бывает и такое. О, тут что-то хорошо. Я мог при закручивании, конечно, перекрутить корпус. Все хорошо. Тут все хорошо. Посмотрим, тут тоже хорошо, тут хорошо. А вот тут вообще нехорошо. О, пошел какой-то перескок, который хорошо нам говорит. Тут назад. О, вот теперь ситуация прояснилась. Сувальды ходят хорошо. Может, я чуть-чуть перекрутил их во время... А, надо же сказать, какие-то, наверное, волшебные слова. Но дело такое. Вот и все. Слова волшебные я не хочу сегодня говорить. Само собой произошло. Вот такая вот история. То есть, идея в том, что скрытие очень схожее. Но... Сама одна сувальда, которая идет без пружинки, она накладывает отпечаток на открытие. Естественно. То есть, это замки схожие. Опять же, повторю. МАУ-74, МАУ-76, это схоже. Замки. Президент и... Как его... И оратор открывается по другому методу. Другие замки могут открываться тоже другим инструментом. И другим методом. Конечно же, хотелось бы записать видео... Поярче. И хотелось бы, конечно, чтобы Сережа, инженерка, не приехал. Но, ребята, я скажу так. В связи с последними событиями, а именно то, что Россия начала против нас агрессивную войну, мы не можем встретиться, мы не можем нормально работать. Вот. И понятно... Ну, мы не можем нормально работать. Какие-то чепухи пришли в мою страну, хотят мне рассказать, на каком языке мне разговаривать, как мне жить, во что верить, и как мне работать. Естественно, что это все видео у нас идут немножко из-под палки, не так, как бы хотелось. И большее время, конечно, у нас занимает совершенно сейчас не мысли о замках, а мысли о нашей стране, о наших ребятах, о тех коллегах, которые сейчас воюют, о тем, чем мы можем им помочь. То есть у нас совершенно другие мысли. Но! Но! Положительные новости есть. Попробуем, если этот формат зайдет, то попробую в таком формате рассказать о тех замках, которые тут представлены. Ну, и если будет интересно, там у других тоже. Всем еще раз привет! Мирного неба! Петры, Моусы, нашу Украину! Всем счастья!